Понять загруженность, в какое время основное идёт. Ну, во-первых, у нас от времени года зависит. Каждый вид спорта у него есть своя цикличность. А самая большая загруженность, как обычно, это утро, вечер. Обед у нас под бадминтон весь отдан. Краевым депутатам показали основные помещения школы, большой спортивный зал, где можно заниматься баскетболом и футболом, гимнастический, современная площадка под открытым небом, а ещё массажный кабинет. Всё не только для комфортных занятий, но и для мягкого восстановления после нагрузок. Учреждение развивается по четырём направлениям. Здесь представлены дисциплины для людей с нарушениями слуха, зрения, поражением опорно-двигательного аппарата, а также интеллектуальными нарушениями. И в каждом из этих спортов ещё очень множество дисциплин. И начиная от маленьких деток 7-8 лет, вплоть до некоторых спортсменов, у нас до 40 лет продолжают заниматься спортом в рамках нашего центра. Но и не только спортом. Некоторые у нас инвалиды занимаются на бесплатной основе, физкультурой. С тренерами, с тренерами-преподавателями. Отделение спортивно-адаптивной школы есть в ряде муниципалитетов. А в следующем году на её базе планируют создать центр реабилитации для ветеранов СВО. Создание реабилитационного центра, скажем так, станет одним из ответвлений, одним из направлений. Мне задают вопросы ребята, скажут, почему 100 так мало? У ветеранов и участников СВО гораздо больше. Почему 100 так мало? Мы провели опросы среди членов семей ветеранов наших специальной военной операции. Пока набрали вот эти 97 человек. Остальные есть, но они пока сомневаются. Поэтому создание реабилитационного центра и решение спортивного календаря среди такой категории ещё будет направлено в сторону популяризации. Люди будут видеть и будут хотеть этим тоже заниматься. А уже в стенах Краевой думы депутаты, представители профильных министерств и организаций обсудили ситуацию с развитием адаптивного спорта в Крае. У нас вот со всеми министерствами, профильным, ну здесь какое профильное, конечно, Минспорта, но и другие министерства, у нас выработалось очень хорошее взаимопонимание. Поэтому если какая-то есть, не то что критика, есть мнения разные, да, на какие-то вопросы. Поэтому здесь, а вопросы есть, о чём поговорить. Наши спортсмены хорошо показывают себя на соревнованиях, однако есть ряд сложностей. В частности, необходимо развивать и поддерживать детский спорт, наращивать количество квалифицированных специалистов, которые будут работать с инвалидами. Многие организационные вопросы, по словам участников заседания, можно решить уже в ближайшее время. Вторая часть – это, конечно, вопросы финансирования. Здесь тоже бюджет не безразмерный, надо очень рачительно расставлять акценты. Вот сегодняшнее мероприятие нам совместно, я имею в виду не только комитету, но и министерствам, и организациям, задействовавшись в этом процессе, эти акценты расставить. Остаётся проблема недостаточной информированности целевой аудитории о направлениях, которые есть в крае. Этим вопросом депутаты также планируют заняться в первоочередном порядке. Кира Мартынова и Иван Дацунов, Ставропольское телевидение.